Библейский портал экзегет.ру представляет В рамках проекта «Экзегет» читаем книгу Осии, 11 глава, удивительные слова, они потом в Евангелии будут процитированы. Но в Евангелии только маленькое-маленькое выражение, а здесь вдохновенный гимн любви. С чего начинается книга Осии? «Иди, – говорит Господь пророку, – возьми себе жену развратную, детей, которых она прижила своим развратом, и живи с ней, как с супругой». Ну, очень тяжелое, конечно, поручение. Как книга Осии говорит, он его выполнил, кто же из мужчин захотел бы оказаться на его месте. А ведь это просто образ, который, судя по всему, реально существовал, да, то есть это все и было, образ отношений Бога и Израиля. Израиль – неверная жена. Но ведь когда-то даже самая неверная жена, даже самый распавшийся, уничтоженный брак был полон любви. 11 глава, читаю в своем переводе. «Когда был Израиль юн, я его любил, из Египта призвал сына моего». Здесь, смотрите, такой образ любви, который от любви между супругами переходит к любви родителей к сыну. «Призвал из Египта» – то самое, что в Евангелии процитируется. Это, конечно, происход из Египта. И вот этот самый юный Израиль и дева, и одновременно сын, вот вся семья Бога в этом Израиле. И он любит этого нежного то отрока, то деву. Но чем больше звал их, тем дальше уходили. Ваалам приносили жертвы, идолам воскуряли. Вот этот удивительный парадокс – чем больше звал, тем дальше уходили. Не просто призвал, а они отказались. А вот это постоянный процесс. В «Песне-песне», как об этом подробно говорится, когда отношения возлюбленных – это сложные отношения. Это поиски, утраты, расставания, встречи. И здесь зову, а они уходят. Идолам воскуряют. А ведь это я учил Ефрема ходить. Ефрем – это самое северное царство, да? Тот самый малыш, который вышел из Египта, и ходить еще не имеет. Я учил его ходить, брал его на руки, а он и не знал, что это я его исцелил. Я его людской привязанностью влек, влек его узами любви. Ну, тоже вот одновременный малыш, крохотный ребенок и такая трогательная любовь между влюбленными, где он призывает его, как свою возлюбленную девушку. Его Ермо облегчал и склонялся, чтобы его покормить. То есть, любовь Бога – это не абстракция, это не общее представление. Ну да, конечно, у нас всех любят, наверное. Это вот то, что делает с бесконечно любимым младенцем его родитель любящий. Даже не любовь юноши и девушки, хотя она тут тоже все время на заднем плане возникает, а вот это материнская или отеческая особая, нежная, сверхчувственная какая-то любовь. Нет, они в Египет не вернутся, а Сирия будет царствовать над ними за то, что раскаяние отверг. И вдруг он как будто передумал. Помните, там в этой книге он все время говорит, пойдут обратно в Египет, пойдут в Египет. То есть, все, исход, завет отменяется. Возвращаемся в то положение, которое было. И вдруг Бог передумывает, вспомнив об этой удивительной юности Израиля, об этой нежности, признательности, трогательности. И говорит, нет, все-таки не сделаю этого. Вот Бог, который может передумать, это очень сильный Бог. Начиная с истории Ноева потопа, где говорится, что он передумал. Для любого, наверное, богослова это немножко скандальная фраза, как-то Бог передумает. А вот так. Он по справедливости, а потом по милосердию. Ну, а Сирия будет царствовать. То есть, не думайте, что все будет очень хорошо. За то, что раскаяние отвергли, засверкает меч в их городах, разобьет засовы на воротах и замыслы разрушит. Мой народ погряз в неповиновении. Взывает к Вышнему, но он не вознесет их. Ну, Вышний Бог, который на небе, и хочется к его авторитету обратиться, чтобы он приподнял. Но взывать недостаточно. Надо хоть что-то, хоть как-то соответствовать, пытаться. А не просто обращаться, подними нас. Самим стараться хоть сглянуть туда. Как поступлю с тобой, Ефрем? Израиль, как сберегу тебя? Вот Господь хочет сберечь, но даже не знает как. Поступить ли с тобой, как с Адмой? Сделать ли тебе, как с Аваиму? Ну, это две таких местности, которые были завоеваны и уничтожены ассирийцами. Нет, к иному обратилось мое сердце. Затеплилось во мне жалость. Не дам воли пылающему гневу. Больше не буду разорять Ефрема. Потому что я Бог, а не человек. Я святой, обитающий с тобой. Нет, не приду в ярость. Вот казалось бы, я Бог, а не человек должно быть признаком неотвратимости, кары, невозможности передумать. А это, наоборот, признак милости. Признак того, что он не уничтожит его целиком. Они последуют за Господом. Когда он зарычит, как лев, он зарычит, его сыны затрепещут и придут с запада, затрепещут, как птицы и прилетят из Египта, как голуби из земли ассирийской. Я в собственных домах поселю их пророчество Господа. То есть здесь уже о возвращении тех, кто все равно попадет и в Египет, есть и такие, кто уже там оказался из Ассирии. Но когда он говорит, не пойдут они в Египет, может быть, это не про то, что вообще никто не пойдет никогда, а про то, что исхода наоборот, вот возвращения в стадию до исхода не будет, невзирая на все, что сказано. И в какой-то момент история о том, как они соберутся вместе. «Окружил меня Ефрем ложью, дом Израиля обманом, но Иуда еще странствует с Богом». Святому пока еще верен. Вот все-таки в Южном царстве лучше, да? И напомню, что отношения сложные, что они родственники, но между ними довольно напряженные отношения. Вот как если сейчас, в 2017 году, я буду говорить, например, про Украину. И буду говорить про Украину хорошую, а про Россию, свою страну, менее хорошую. Вы скажете, что я не патриот. Вот Осия – патриот Бога, а не государства, не народа. Он говорит о народе своем более резко, потому что, видимо, знает его изнутри, и потому что вот в данный момент, я не провожу параллели современности, но тогда, в данный момент, его народ оказался не самым правым перед Богом. Но Иуда еще странствует с Богом, святому пока еще верен. Оказывается, быть верным означает странствовать. Не пребывать в каком-то вот устоявшемся таком твердом положении, но открывать. Вспомните, как «Ищите Бога» все время мы об этом говорили. Поиски Бога – это то, чем должны заниматься верующие, и странствованием с Ним. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok